Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня второй день нашего путешествия. Мы спали очень хорошо, несмотря на то, что кровать не та, подушка не та, одеяло не то, ну, я имею в виду, не домашнее, но хорошо уснули, потому что мы вчера очень-очень-очень эмоционально были выжаты. Сегодня у нас программа, вот такие программки дают каждый день. Вот это была программка на 18 число, сегодня на 19 число. Программка дня, ребят, вот такая программа. О, тут много-много-много-много всего. Не соскучишься, не заскучаешь. Сил не хватит всё посетить, всё посмотреть. Но будем стараться. Сегодня мы с утра уже прибыли в Чебоксары. Время без 15.07 утра. В 7 ровно у нас завтрак. И в 8 часов мы выходим уже на экскурсию в Чебоксары. До 2 часов. Ну, экскурсию снимать не очень, наверное, я буду. Ильгиз, может, будет, я нет, я только так краешком покажу. Потому что у нас будет аудиогид, он будет у нас в ушах. И с экскурсоводом только так под музыку какие-то, знаете, покажу. Что нам будут показывать, то я немножко покажу. Конечно, вот про вчерашний день мне хотелось бы, знаете, сколько много рассказать, много впечатлений сразу, первые какие эмоции. Ну, я вчера не стала говорить, потому что у меня не было сил. А сегодня, а сегодня я уже и не хочу про это говорить. Нет, я обязательно всё скажу, но в заключительном. Когда круиз весь пройдёт, я сделаю одну, одну рубрику. Потому что перескакивать с места на место и как-то вам объяснять, рассказывать, это будет неправильно. И никто ничего не поймёт. А я потом расскажу, ну, вообще, как мы покупали эти билеты, почему у нас такая идея возникла. И какие были плюсы и минусы этого путешествия. Стоит ли, не стоит ли ещё идти. А сейчас у нас завтрак через 15 минут. Так что пойдём на завтрак. Единственное только вот скажу. Ну, вчера на ужине мы сидели за шестиместным столиком. Нам это очень сильно не понравилось. Вот. И я тут же подошла после ужина к официантке. Говорю, пожалуйста, пересадите нас на другое место. Желательно бы одних. Или двухместных, или хотя бы четырёх. Ну, чтобы было удобно выходить. Потому что, во-первых, мы и видео снимаем, и, во-вторых, надо постоянно выходить, чтобы набрать себе или кофе, или чай, или что-то взять, положить. Хоть там и официанты работают, но всё равно какую-то часть нужно ещё и самим делать. А из шести человек там надо отодвигать. Очень неудобно. Она тут же говорит, да, конечно, у нас есть свободные места. И вот сегодня на завтраке мы будем сидеть уже отдельно от шести человек. Сказала, что есть только четырёхместный, где вы будете сидеть одни. Ну и слава Богу. Всё, пошли на завтрак. Вот, мы пришли на завтрак. Мы практически самые первые. Вот такой у нас зал ресторанный. Такое нам дали место. Четырёхместное. Вот мы вдвоём будем. Прямо супер-супер. Сейчас шведский стол. И пойдём накладывать. Посмотрим, где что у нас. Калати с изюмом. Так. Творожники с морковью. Яичница с помидорами. Ой, как много. Сосиски молочные. Сметана, кетчуп, соус, горчица, майонез. Здесь нарезка. И овощи свежие. И яйцо варёное. И сладости. Йогурты. И выпечка. Тут напитки. Горячее молоко даже. Как хорошо, что мы так рано пришли. Пока никого нет. Так. Что я взяла на завтрак? Спагетти, сосисочки. Ложку яичницы. Ложку яичницы. Буквально по чуть-чуть. Огурец, помидор. Это надо будет вот сюда переложить. Вот сюда. Вот сюда. Ох. Вот так. А это оладьи со сметанкой. И рогалик взяла тоже. У Эльвизы тоже самое. Почти. У него овощей побольше. Чебоксары. Мы подходим к Чебоксарам. Вчера я движение не видела. На улице всего лишь 17 градусов. По моему хотенью. Я жару не переношу. Я уже переживала, что Эльгиза отправлять буду в Санаде. В экскурсии одного. А сама уже буду наслаждаться только теплоходом. Но Всевышний меня услышал и послал мне прохладную погоду. Мы вышли в Чебоксарах после завтрака. И вот все мы собрались на разные экскурсии. Каждый выбрал. Это не наш теплоход. Мы через него переходим в свой. Мы с ним вообще параллельно идем. Вот сколько много народа. Субтитры делал DimaTorzok Да, это правда. Субтитры подогнал «Симон» У нас закончилась экскурсия, вот последний вид экскурсии – это пельсо обозрения. Сейчас у нас самостоятельная прогулка, время 11 только, да? И до 12, ой, до 2 часов можно самостоятельно погулять. Мы маленько походим, посмотрим, может быть, а может нет. Прогулка пешеходная, но как Ильгиса у меня сказала, она у нас не пешеходная, а стоятельная. Три шага сделаем и стоим, три шага сделаем. Вот тут пешеходная экскурсия, вот это вот просто так вот вокруг все обойти, вот этот вот заливчик вокруг, вот начиная оттуда, вот так вот все обойти и прийти сюда. Ну, рассказывают, конечно, интересно. Очень мне понравился вот этот вот аудиогид. Красота. Микрофончик в ухо, и хоть куда отходи, и всегда слышишь, о чем говорит, где говорит. Смотришь в одну сторону, слышишь на другое. Вот сейчас мы сверху посмотрим на Чебоксары, если чего увидим. Или, наверное, увидим только то, что и так увидели снизу. Это вот это желтое сталье, сейчас там музей военной истории. Цветочки. Это называется отдача во ртовы. Ну, ты говоришь, заберут, вот это когда, значит, отдать? Да, когда отдают, это значит, отдают наружу. А, это наружу, отдача во ртовы, это наружу. Да, когда забирают, я не знаю, как это называется по-морскому. Ну, сейчас мы будем забирать? Или как бы... Ну, вот я не знаю, как это называется. Тогда отдаешь, ну, на шмартовку, называется отдать курицы. Вот. Продолжение следует... 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 А какая разница? Мы разберемся. У нас обоих одинаково. Спасибо. У меня четвертая? А я на вторую ставлю. Ничего страшного. Сказывается, у него первое место, а у меня четвертое. Ну ладно. Значит, едим супчик. Супчик гороховый. Так, принесли второе блюдо. Я, Ольги, сразу с кускусом, по-моему, у тебя клюя-кебаба. А, с кускусом. А, с кускусом. Что-то такое похоже. А у меня, смотрите, треска запеченная, как я дома делаю. Как я дома делаю треска с овощами. Красота? Десерт у меня. Тортик. Медовик. А Ильгизу сейчас принесут фруктик. Грушу. Грушу. Но пока нету. Пока он сидит и ждет. А, нет, просто груша. Просто груша? Ага. Ильгизу просто грушу несут. Он любит грушу. Он как такая сочная. Посмотри, какая красота-то какая. Это надо изменить. Сезонная фрукта, да? А что она вкусная? Какая разница? Чем вот эта искусственная? Это лучше, мне кажется, вот эта. Ты разрезал, он с нее текло все. И она не сладкая. Не, ну после еды-то груша, это вообще за милую душу. Сладенького. Надо когда-то чего-то. Да. Я прогуливаюсь после обеда, но прежде чем прогуляться, я полежала. На улице, конечно, прохладненько. Вот сейчас я сюда сяду. Сяду немножко, посижу. Прогуливаюсь называется. Сяду, посижу. Ветер, ветер. Конечно, для меня вот такая погода. Во! У меня же аллергия на солнце. Мы даже на экскурсии сегодня утром ходили. Где-то хватало солнца. А ведь постоянно же на солнце. И пришло лицо то вот такое красное. Но потом ничего, прошло все. Вот. И я когда собиралась сюда, в круиз, я посмотрела, посмотрела погоду и видела, уже увидела, что в районе 20 градусов. Я не поверила. Думаю, неужели в этом мне повезло. У меня было уже такое нежелание, а как бы чувство, что я, возможно, ходить на экскурсии не буду. Буду оставаться на теплоходе, ну, гулять здесь, а Эльгиз будет на экскурсиях. И будет снимать, и все покажет мне, если будет жаркая погода. Я, конечно, взяла такую плотную, светлую, ну, плотную одежду. Ну, кто его знает. Ну, меня бы все равно прохватывало, конечно. Без этого, ну, никак. Так, через любую одежду меня протягивает, только кроме той, которую я ношу дома. У меня дома такая вот прямо... Василек меня обеспечил на несколько лет. Я купила несколько. Я сначала купила один костюм, вот. И когда его поносила, увидела, что, блин, вот какой плотности мне надо покупать. И я вот несколько костюмов таких себе взяла, чтобы в летний период хотя бы дома, по своему участку работать и ходить, и без опасности, что тебя приждет солнце. И сюда сейчас я взяла тоже, ну, не хотелось, конечно, нам, как-то, домашнее-то брать. Но взяла такую более-менее праздничную, ну, такую плотную. Можно сказать, чтобы мне бы в ней было жарко в этой одежде. Не знаю, что будет вам слышно, нет, но ветер дует, ветер. Мы сейчас идем в Козьмо-Демьянск, и там будет вновь пешая прогулка двухчасовая. То есть после завтрака у нас была такая прогулочка двухчасовая. По Чебоксарам мы не ходили, но мы только, ну, вот как двухчасовая вот это вот прошли мы пешком. И все, нам вот так хватило с Эльгизом. Суставы и ступни наши не дают долго ходить, нам достаточно. Вот два километра, сколько это там? Я в шагах не считаю, но вот по времени, ой, говорю, два километра, два часа, а сколько там пройдешь за два часа? И то, где останавливаюсь, где посидим, где как. Более-менее. И ходить уже по каким-то другим местам. По музеям мы вообще никогда не ходим. Мы где бы с Эльгизой ни бывали, мы в музей не заходим. Я не музейный человек. Эльгиз любит только вот оружейное, что-то вот такое вот. Но как-то мы по музеям не ходим. Нам не нравится вот это. Я люблю вообще смотреть, и вообще люблю смотреть все новое. А здесь на экскурсиях в основном показывают старое. И рассказывают про, как раньше все было. А я люблю вот про новое почему-то. И смотреть, и читать, и слышать, что почему вот этот вот стадион создали, да, почему вот это, из каких материалов. Почему-то вот так. Но я все равно хожу, потому что все экскурсии подразумевают по себе, по собой все и храмы, и церкви. И все равно туда идешь, и смотришь, и читаешь, и слушаешь. Ну, куда деваться, раз уж и так. С волками жить, поволчивать, это как в любой стае, как в нашей человеческой. Если люди это любят, им рассказывают. А если я одна не люблю, все идут в ногу, а я не в ногу, как же я буду отставать все равно? Ну, как-то надо подтягиваться. Потихоньку движемся, движемся, движемся. Ну, вот я не ощущаю вообще даже вот этого вот, даже легкого покачивания. Понимаете? У меня нету чувства, что я на реке, как-то вот, ну, на воде. Вообще нету никакого движения. Ну, интересно. Народ здесь разный. Начиная, по-моему, ребенку здесь самому маленькому лет пять или года... Нет, ну, три, трех, такой, таких не видела. Лет пять, наверное. Вот от детей и их родителей, естественно, какого возраста они, там, 30-40 лет и 50-летний, древних совсем я не вижу моего возраста. Сколько-то, может, человек совсем немного, чуть старше нас и помладше. Ну, в общем, 50 на 50 пенсионный возраст и молодой возраст. Говорят, что это пенсионерский отдых, ну, нифига подобного. Здесь больно-то пенсионеру, ребят, я скажу вам. Надо постараться быть шустреньким. Только прыгаешь по палубам туда-сюда, туда-сюда. Такие крутые трапы, это же по ним подниматься. Я двумя ногами на каждую ступеньку наступаю. Даже если я через ступеньку, например, на каждую ступеньку по ноге, то трудно медленно спускаться и точно так же подниматься. Но уж экскурсия-то тут уж вообще это надо. С нами сегодня на экскурсию ходил мужчина, который очень-очень... Ну, он молодой, ему лет... Ну, лет 50, наверное, 45-50 вот так, на вид. Вот. У него одна нога прямая и как-то так... Ну, плохо ходит. Ну, видно, что... Нет, ему трудно идти. Мне... Почему-то все время, всю дорогу-то его жалело. Ну, видимо, привык. С женой под руку идут и идут, и идут потихоньку. Вот такие пироги. Ну, питание... Питание на теплоходе... Вот мы поели, значит, ужин вчера, завтрак, шведский стол и обед. Вот религия сказала, что на завтрак... Вот завтра будет завтрак, что, говорит, надо наедаться побольше. И там есть из чего выбрать. Тот же омлет, например, побольше взять. Этих... Ну, колбасы, сыра, бутерброд хороший сделать. В общем, утро надо есть очень плотно. Потому что с утра до обеда много мероприятий. Вот сейчас никого нету, да и прохладно. Вот никого нигде нету, я одна сижу. Вот одна. Очень много мероприятий там разных. И музыкальных, и детских. Мы сейчас тоже пойдем. Вот. И... Как сказать? Голодным-то очень-то ходить не хочется. Вот просто надо плотно есть. Что тебе дают, то и есть. И вот сказать то, что, ой, это я не буду, или я от этого растолстею, близко не скажешь. Нет. Порции небольшие такие, все вкусно, но, во всяком случае, вот три раза поели. Вкусно, но не объешься, не объешься. Мы сегодня даже съели... Людис, два кусочка хлеба съел. Я один кусочек хлеб съела. С супом. С супом он... А, и с салатом тоже ел с чесно... Ну, чесночный у него салат, тоже хлеба. Он говорит, я, говорит, так давно не ощущала вот этого вкуса, хлеб с чем-то, потому что у нас дома мы едим хлеб только... Ну, вот когда чай с бутербродами пьем. А чтобы вот так суп с хлебом или второе с хлебом, мы давно уже так не едим. Давно. Ну, это даже не то, что от диабета пошло. Это еще раньше мы от хлеба как-то... А тут уже сейчас мы едим, чтобы просто насытиться. Чтобы... Потому что у нас никакого запаса еды нету. Мы с собой... Можно было взять, и сейчас можно было бы купить всего. Но мы специально ничего не берем. Мы хотим попробовать именно питаться так, как здесь предлагают. Так, телефончик. Муж позвонил сейчас. А корабль большой, теплоходик большой. Он в одной стороне, я в другой стороне. У него свои интересы, у меня свои. Я сказала, говорю, я пошла, говорю, пообщаюсь со зрителями. Вот он звонит, говорит, ты где на какой палубе, с какой стороны? Где тебя искать? Вот сейчас выглянул солнышко, кстати. Ну, уже потеплело. Сейчас могут... О, муж идет. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, муж идет. Он ходил, он ходил у меня на презентацию этого. Там презентация была именно теплохода или водохода был? Что? Там презентация... Компания водоход. А, вот компания водоход, говорит, фильм показывали, рассказывали. Ну, немножко тоже посидел, пришел. Немного. Для меня это не стоит, это как рекламный ролик. А, понятно. Так, мы подплыли к Космодемьянску. Космодемьянск. Здесь сразу рыночек. На экскурсию мы собираемся. Вот здесь продают люди рыбку. Вот. Вот ее родную, вкусную. Красота. Там потом надо будет посмотреть, пройти. Чуть позже. Пока. Пока пойдем на экскурсию. Вот уже нашли, да, нашли, нашли. Нашли многие, нашли, да? С кряпи. Вообще-то, не день, а самокат художник. Конечно. Местные, не ревнованные. Ну, если не лучший тоже. Вот такие штуки я умею делать. Когда-то я училась на этом. Но не делаю. Мы с командой поднимем бокалы, сдвинем их разом, так сказать, и наполненные впечатлениями продолжим наш замечательный вечер. А пока, друзья, давайте фотографироваться, давайте фотографироваться. Улыбаться. Хорошее настроение здесь у нас, внутри нас. И это прекрасно. Ребят, мы на ужине. Без медведей. Картошечка в мундирах. Чуть-чуть совсем. Маленечко. Ульгиза побольше. Ну, там овощи. Овощи за счет капусты. Вот. И все. Кстати, здесь многие плывут с Волгограда. Долгие такие маршруты, круизы. Люди все, как вот мы сейчас с Ильгизом, ветром обдуваемые, краснущие, загоревшие. Ну, еда, я скажу вам, ребят, если ничем больше не добавлять, мало. Она, у нее нет сытости. Ну, или мы так привыкли уже. Или мы тратим очень много. Энергии, да. Может, энергии тратим, да. Но я так-то посмотрю, вот вокруг-то, все-все съедают. Ни у кого ничего не остается. Прям вот все чистенькие-чистенькие. Мне кажется, даже хлебушком все вымакивают. Так-то вот сколько вот сейчас энергии, да, вот сколько прошли там, сколько мы. Прямо есть так сильно-сильно хотелось. Хорошо, что дали нам по поклятику шампанского с фруктиками. Там капитанский у нас там была, презентация капитанская там. Вот за счет его еще как-то вот притупилось еще чувство голода насчет шампанского. А так, не знаю. Ну, в общем, все так в пределе. Да. Все рассчитано, видимо, по калориям или там по этому. Видите, это точно так же, как в санатории. В санатории примерно так же. Вроде бы еды много, а ешь ее, ее хватает, ну, как-то вот на пределе прямо. Прямо на пределе. И вот здесь точно так же. Кушаешь, вроде хватает. Там тоже столько калорий тратишь в санатории-то, да. Ну, все как-то натягнуло. Ну, видать, все рассчитано, в самом деле, вот прям по детальному. Мы и в санатории ведь это, ничего дополнительного никогда не покупаем. И здесь тоже. Мы решили просто проверить, как вот, ну, не знаю, как в Нижнем Новгороде еще. И да, хорошее, качественное. Да, вкусно, да. Разно, вкусно, но по калориям все так рассчитано, что ты за эти две экскурсии в день все это выкидываешь. Ага, желают нам поправиться, ну, всем, да, чтобы не похудели, да. Тут невозможно ни похудеть, ни поправиться. Ты приедешь в этом же весе, мне кажется. У меня филе индейки с рисом, а у Эльгиза язык под шубой. На этом закончился наш второй день. Мы еле приволокли ноги в каюту. Мох с нас никак не хочет встряхиваться. Голова рвется к людям, ноги на кровати. Но в итоге, в итоге туда и сюда. Но кое-как мы укладываемся спать. Спим без задних ног, никакого качения, никаких визгов, стресков, ничего мы не слышим. Спим. Еще я выиграла вот такую книжку. А выигрыши я расскажу отдельно. Это вообще интересный случай такой. Все, всем пока-пока и до новых встреч.